месть детективный рассказ даже очевидное не всегда бросается в глазам а если есть проблема то как говорится клин клином вышибают в этой второй истории детективного цикла наш герой володя тарабрин с легкостью разрешает новую проблему тем самым возвращая прежнюю комфортную жизнь тети тамари подруги его матери и так слушаем историю в прошлый раз я вам рассказывал как я отбывал срок пионерлагеря как за считанные минуты раскрыл одну из шести полукриминальных загадок связанную с человеческими экскрементами внешне похожими на баклажанную икру промышленного изготовления произошли в пионерлагере еще пять криминальных случаев которые я успешно раскрывал обо мне в пионерлагере гремела слава более того из редакции газеты пионерская правда в лагерь приезжал корреспондент брать у меня интервью после чего вышла статья под названием юный шерлок холмс где говорилось обо мне как о юном даровании было престижно у меня также объявились восторженные почитательницы которые с превеликим удовольствием танцевали со мной на массовках то есть на танцах одна из девушек юлия даже оставила моем сердце неискладимый след любовь это было скорее платонической никогда не забуду ее умных зеленых глаз она была единственной с кем я хотел сблизиться несмотря на то что я как честный детектив дал себе обет и заводить никаких романов и интрижек разумеется даже в этом я подражал великому сыщику который говорил что женщинам никогда нельзя доверять полностью даже лучшим из них и о котором его друг доктор ватсон отзывался все чувства и особенно любовь были ненавистны его холодному точному но удивительно уравновешенному уму или вот еще он холмс не любил женщин и не верил им но держался с ними всегда по-рыцарски учтиво как-то днем мама завела со мной такой разговор володя мы с отцом гордимся тобой даже не думали что у нашего сына проявятся такие необычайные способности она сидела на пуфе перед трюмо и наводила марафет ты это к чему мама спросил я полагаю что есть что-то от меня нужно и я не ошибся и дело в том что у моей подруги тамары продолжала она глядя на меня в отражении зеркала нет все это даже как-то странно возмущалась мама снимая с накрученных волос бегуди что у тети тамары под дверью нагадили а решил пошутить я а ты-то откуда знаешь про это сына не на шутку изумилась мама и обернулась всем корпусом ко мне продолжая сидеть на пуфе ты и про это раздюхал но как или ты научился мыслью людей читать нет мама я конечно не агиос депен бросил я пытаясь раскрыть форточку но в самом деле ты так интригующе начала что у меня невольно нарисовалась голове именно эта гипотеза не раскрывай форточку с улицы какой-то неприятный запах идет велела мать и я послушался а кто такой этот агюст депен продолжала мама тоже детектив как шерлок холмс нет сказал я и сел подле мамы на кровать агюст депен детективом не был скорее любитель но хитросплетенное преступление связанное с двойным убийством раскрыл у эдгара алана по есть детективный рассказ убийства на улице морг захватывающая история скажу тебе и потом повесть была написана задолго до появления шерлока холмса так что эдгар по был родоначальником детективного жанра надо же а я и не знала значит мое предположение продолжал я верная хоть и шуточная да володя так оно и есть и обратилась ли ко мне мама конечно же потому что это происходит с периодичностью и это верно сына какой же ты у меня умничка воскликнула мама и шумом поцеловала меня в обе щеки маму к чему эти телячьи нежности сказал я стирая со своих покрасневших щек следы помады я я же не маленький уже мне же уже 14 лет для меня ты всегда будешь маленьким сына безапелляционно заявила мама и вновь повернулась к зеркалу чтобы побрызгать прическу прелестью даже если тебе будет 40 ладно я согласен быть маленьким даже в 40 но только для тебя улыбнулся я но вернемся к тете тамаре мама кивнула головой знак согласия я думаю мама это месть продолжал я предположу что это сосед или соседка этажом ниже ты кстати не знаешь кто там живет я не знаю но могу все разузнать сказала мама вообще-то лучше если я переговорю с тетей тамарой тетя тамара рассказала что этажом ниже в квартире номер 39 живет многодетная семья далее задавая женщине наводящие вопросы я также узнал что ее соседи из квартиры номер 39 держит двух бультерьеров и что около двух месяцев назад у тети тамары произошел конфликт с ними как раз из-за этих двух собак тетя тамара предупредила жильцов из квартиры номер 39 чтобы они выгуливали собак в намордниках и чтобы их собаки не гадили возле подъезда просьба была проигнорирована и тетя тамара обратилась к участковому тот сделал строгое предупреждение обитательной квартиры номер 39 после чего они присмирели но спустя почти месяц тетя тамара стала обнаруживать у себя под дверью как она выразилась отходы человеческой деятельности то есть проще выражаясь она обнаруживала дерьмо причем надо заметить делалось это с периодичностью но в разные дни так что было трудно выявить пакостника тетя тамара вам стят заявил я тут к бабке не ходи а на варе шапка горит это ваши соседи из квартиры номер 39 и что теперь делать володя с грустью в голосе спросила тетя тамара понимаю не пойман не вор сказал я однако подумав немного продолжал я клин клина вышибают а что ты имеешь ввиду володя тетя тамара вы не беспокойтесь позвольте мне решить эту проблему обещаю максимум через неделю ваша головная боль пройдет спасибо володя ты настоящий джентльмен для меня уже бывалого детектива эта проблема и выеденного яйца не стоило виновника торжества я выявил сразу же допросив тетю тамару по телефону мотив преступления был на лицо месть вообще все преступления на свете происходят по трем базовым мотивам деньги ревность она же может быть завистью и месть ну есть еще бытовые непреднамеренные преступления но они не в счет нужно было придумать противоядие действием мстительных соседей но боже упаси ни в коем случае не травить бедных собак превращая их в шерфу произвола глупых хозяев у меня сразу созрел в голове план я позвонил до обчинскому то есть сашке договориться с ним о встрече навстречу топчинский что было неудивительно явился со своим другом не разлей вода бобчинским то есть с пашей эти двое как раз и жили в том же районе что и тетя тамара ну друзья мои обратился к добчинскому и бобчинскому для вас работенка есть и добавил камерна очень ответственная да говори вован говори не тяни хвост кота нетерпеливо затараторил добчинский не тяни хвост кота передраздел бобчинский добчинского наоборот сашка и тени кота за хвост понял да какая разница что в нос что по носу парировал добчинский ну и ты громадей не унимался бобчинский все перевираешь вместо того чтобы сказать лоб говоришь нос оба друга еще переговаривались бы дыша чепаски пока я не прикрикнул на них баста после чего оба как два антилоповых суслика являли собой само внимание и так друзья мои продолжал я сделайте дело за мной нет заржавеет считайте блок американских рыбок так мы называли блок марок у вас уже в кармане вован ты не шутишь обрадовался добчинский слово олова ну тогда делись планом прежде чем поделиться своим планом с добчинским и бобчинским а заключался он в том чтобы подбрасывать под дверь квартиры номер 39 дерьмо я рассказал им о проблеме маминой подруги также я поведал им как методом дедукции я выяснил истинных виновников добчинский и бобчинский не на шутку возмутились поведением жильцов квартиры номер 39 особенно добчинский добчинский сразу же предложил насобирать именно собачий кал так как это будет особенно раздражать и возмущать бультерьеров из квартиры 39 они будут испытывать страшный дискомфорт от того что какие-то наглые собаки метят их территорию это как раз заставит бультерьеров все время гавкость и выть и давая покоя своим хозяевам я по достоинству оценил предложение добчинского похвалив его за отдельное предложение правда я заметил бобчинский закусил губу в то время как добчинский весь сиял от похвалы вам конечно же интересно сработал ли мой план что ж могу вас обрадовать мой план сработал ровно через неделю проблема тети тамары разрешилась ей прекратили гадить под дверью она была на седьмом небе и кроме того в ее глазах я вырос аж на целых три головы и мне не жаль было распрощаться с блоком американских рыбок тем более что отец достал мне вы не поверите старинную марку с образом первого американского президента джорджа вашингтона на которой было по-английски написано юэс скотт манифест ревенью стэмп юст в общем клин клина вышибают а в нашем случае дерьмо дерьмом джахангир абдулаев месть читал автор 25 декабря 2023 год а Субтитры создавал DimaTorzok